Огромные ребята приехала к бабушке Алла, мы накрыли стол, забрал с автовокзала в полдвенадцатого Аллу, вот на машине, показали ей дом. Ты расскажи немного зрителям, кто такая Алла, чтобы люди понимали, потому что люди ж не знают. Рассказать мне. Моей сестричке дочка. Родная? Да. Не мама моей сестрички умерла, 36-го року, а це її дочечка приїхала до мене, проведать мене, побачить, пока я не умерла. Ой, а ти що, уже умирать собралась? Так, не плачте, все хорошо. Давай, дебіля вас, я приїхала мене подивитися. Спасибо, дай Боже їй здоров'ячку. До рідної тетишки своєї, мама моей сестрички, вона мене осталась одна. Так що, помужається, жалейте, і вона теж у нас гарненька, така, красивенька. Я надіюся, що до нас в гости приїде. Вода теж буде. Ти не хочеш в Калі поехати в гости? Той я здоров'я буде, тучок не поїхала. Ну, поїхала на пару дні теж, посмотрела по чому-то. Вона приїде до нас. Это ж у Аллы родная сестра? Это ж твоя родная сестра, которая була? Да, ну, посмотрела би, где, да, Алла ж смотрела за нею, да. Це раз, щоб я розкаржу, сестручка. Женечка звала, її вже не маю. Папа Володя. Ти, получается, одна осталась. Да, і старша сестра похоронена, і середня. А тетюлечка – це младша сестра. І на кладбище сходила би. І мама там похоронена. Моя мама там похоронена. Моя мама там похоронена. Звали тетюлюба. І сестра, так. Да, бабушку, бабушка Федоря. Вони на одном кладбище, а на западном кладбище мама і папа мої. Т.е. середня сестра Женя і Володя, зять. Любимий, да? Любимий. Любимий. Так, що приїда, посмотри. Давно вже в нас була тетюлечка в нас в гостях. А коли ти, я вже не помню, коли ти була? Пять, може, да? Лет 7-8 назад була в нас в гостях. Була поїздом, ми їхали. Подішати Крюбасовським воздухом. Подішати. У вас, конечно, намного свежее воздух, краще. Да у вас щас лучше уже. Так що от Софіївки до Крюбаса зеркала. Ми тебе отвезем на машині, заодно в гості Калі тоже поїдемо. Ставим тебе, погостиш два-три дня. Побудеш, да. Ну, шо ж, конечно, у нас не так. Посовіла. Ну, шо ж, в кожний буржий день, то іначе вже краска не хочеться. Ну, те, Дюля, не злия, в гостях сушу. Ну, давайте будем садиться за стол, да? Дякую, Дюля, може, що-то поможете? Не, все, садитесь, да. Я не знаю, що ви будете пить коньяк, вино. Якщо можна, винцачить. Винцач, я там вже відкриваю. Тільки це сладке, може ви хочете какое-то таке... Я хотела, честно говоря, я вас спрашивала, Андрюша, ви шли. Я не холодноюю. Може, сухой і таке. А це шокий сухой? Ну, а це шок фраголіна. Ну, це кисловата і самому... Попробуй, може. Попробуй, може. Молодці, ребята. Щас я покажу. Щас я выберу, а ну... Це артемівське. Але що воно не холодною. А, воно не холодною. А ти знаєш, що? Возьми лід з холодильника. Есть, вот. Це не сладке. Щас тільки лід возьмем з холодильника, да. Ніхто не знає, що таке протез пині. Вино, ось вони холодні. Ось лід. То є можна... Кстати, ось ця класна штука. С мамою покупали в епицентрі. 140 рублі стоїть для льда. Да, щипці. Ось така она, хоп, сюди на це. І потрібно, действительно. Іди, ти покупав вот це, я хочу, ти говориш, що то купити себе. Сушилка така, ти показувала. Оля, длина, ти не дала, ти не кушуєш. А, для риби і фрукта. Ми віддадим вам нашу, а я куплю другу у мужика. Она недорога. Так, отдаш, так. Але, нормально. Там можна і рибу, і можна і фрукты. Яка риба? Откуда її возьмемо? Мне фрукты треба... Там такі відділення, получается. І закривається на замок, що ні муха не залетить. Отдаш. Она взагалі не дарає. Она 200-сем-то гривень стоїть. Просто, що її тяжело найти в магазині. А цей мужик, рибальські снасти продає, різні. І він на машинах. Я йому закажу, він тару привезе. Ми віддадим вам нашу. Може, а літрубочку дати до вина чи ні? Так, ну, що тут трубочку дати. Так, а літрубочку. Ні, ні, ні. Ти, теж будеш. А зустріч? А зустріч, що виходить? Я не знаю. Ну, давайте за приїзд. Ти давай за приїзд хоч конячка 10 грамів. Тобі для сосудів добре буде. Давай я води тобі налью. Сміленого графіна. Давай я водички тобі налью. Ну, коняка випій 10 грамів просто за приїзд. Алла, вам наліть і що води? Наливаю. Щас я стаканчик для води важму. Дам, мені втратки. Все, так, давай. Давай, давай, давай. Давай, чуть-чуть. Тетю Олечка, скей к этой жизни? И потом, я к мене прислала на фейсбук, хорошая-то капричка. Все потом. Я, правда, не могу порассказать. Да, все потом. Понедельник там, там, на пятницу и так далее. Так жизнь. Неделя пробежала, месяц пробежала. Потом, поток. А потом раз, і жить некуда. Вот літрубочка не че откладывать на потом. Вот так вот. Я пообещала, що я приїду. Ну, я, конечно, карантин, немножко, конечно, свои планы, так сказать, корректирую. Ну, давай, Олечка, спасибо, що приїхала. Стойте, стойте, мені ж ніхто даже води не налив. Я ж тоже хочу. Я хоть за рулем, но хочу. С водой тоже можу. Сейчас, давай, так, так. Ну, що, в вашем думі за вас. За ваше здоров'я. Здравия. За благополучия. Ну, ми вас ждем, щоб ви надольше приїхали, не на пару часов. В вашем думі, в душе і в домі. Всі-всі в благах вам, ребята. Всі. Ви молодці. Спасибо. Оно все равно сладкое. Вот это тоже сладкое? Да, ну... Ну, такое кисло-сладкое. А, нет, для вот этого. А ты ще пробовала, чтобы нам на колене жазно было. Вот это сладкое. Я пробовала. Да, это я знаю, что про... Я не сладкое больше. Вот это не сладкое. Я сладкое. Я сладкое. Прям шутки. Смотри, моложи котлетку. Ну, можеш котлетку закусывать. Маша чудово, Маша чудово. Не, я сам моложу, сам моложу. Я вот это только кислое вино. Свекро куда-то доделала. Делается домашний. Вкусно. Ну, сладючий. Ну, куда это хотите? Я тоже люблю вино. Может быть, это дело любительстви, конечно. На любителя. Что там наша кукурудза уже готова? Ого. Я сегодня первый раз увидел. 15 гривень один этот, да. А в прошлом году 10 гривень была кукурудза, кстати. Привет, Татьяне Васильевне. Да, сахаречка. И сладкая такая, сахарная вообще. Только кукуруза, да? Да. Очень вкусная кукуруза. Да, кукуруза. Тоже кукуруза. А что это по с родителями? Так, все никогда у нас нет после дохода. Мама? Мама у меня умерла 59 лет. Ну, нормально, все нормально. А папу не было. А, просто мама-то барана получается 59 лет. Мама 59 лет. Я бы так, я думала, мама умерла. Мама умерла очень. Мама у меня была уже трудяга. Очень такая трудяга, работала. Никогда ни от кого не зависела. И умерла так, что даже никто не видел, не слышал. Пришли, она была мертв. Ну, смать не выбираются так, знаешь. Дай Бог, каждому такую смать. Чтобы у нее не болело, у нее болело. У нее, оказывается, что были проблемы с печенью. И она даже никому, никто даже не знал бы. Она никому даже никогда не жалована, что ни с тобой. Ну, Святуля, это разные люди. Понимаешь, я допустим, нити. Сергей такой, она тоже не жалуется. Это таки. Это трудяга. Она у меня вставала с 4-х, с 5-часовой. Она все, что делала, там, всю семью. И в огороде. Так и мне. Это серьезно. У меня мама была золотой человек. Ну, что, конечно, я выросла. Я с ней была только до 6-ти лет. А потом они ехали в Казахстан. Я жила с бабушкой и с дедушкой. А потом они вернулись. Потом я уже вышла. Поехала учиться в медучилище. И только вышла замуж. Считаешь, что сколько я не могла поехать домой? Дорога, 15 лет. Только когда я в Италию поехала. Тогда только мама увидела. Это последний раз. Так а что случилось здесь, если не секрет, что так рано в 59 год? У меня проблемы с печенью были. А, да? Печень была. А правда, что печень Коля не ползает? У меня часто тоже. У меня ничего не ползает. У меня был большой живот. Надо делать периодически УЗИ смотреть. Тетка все время говорила. Поди, что-то у тебя говорит. Живот такой большой, большой. Ага, да вот. А, то есть растет живот. Да, вот те, что эти родители. А там вот оставьте. Она даже психовала, что если говорили, что не живут. И это вот наследственно передается, что если будет гипотоз, надо вот это контролировать, меньше жирной пищи, потому что тоже. Это не значит, что цирроз печени, значит алкоголик. Нет. Да. Бывает такое, да. Это заболевание приходит по наследству. У меня у бабушки была проблема с печенью. То есть только от живота. У меня под ребром. Что находится под левым ребром, а что под правым? Может быть и поджелудочно, а может и легкие. Все, что угодно. Не, ну, не может легче болеть под ребром. У меня тут болело. У меня вот тут болело. Вот тут и вот тут. Я не могла ничего понять. Когда мне сделали загребнице МРТ, и у меня оказалось, они подживали рак легкий. Скажи, Ануш, болезнь тебя лежала. У меня были поставлены боли. Вот тут под ребром. Тут, тут и тут. Да? Не, ну, мне и часто, мне это... Коля, что это может быть? Вот я кофе утром попью, я люблю со смещенкой и со сливками. Это если я не попью кофе, это я буду... Вот это я попила, и теперь я же вечером кушаю. У меня изжога. Постоянно изжога. Кострит. Постоянно. Я знаете, что посоветую утром? Стакан воды без газа. Комнатной температуры. Можно с лимончиком. Перед тем, как пить кофе. Для того, чтобы заработал хорошо желудок. Именно стакан? А если я выпиваю не вот такой стакан, а выпиваю пол стакана? Можно и пол. Но вот когда проснулись, сначала водичку надо. А еще можно вот эту щелочную воду, типа боржоми, поляны квасовой. Тоже можно стаканчик. И должно быть пройти... И должно пройти какое-то время. Прошло 20 минут после того, как выпили воду? Только тогда кушать можно. Пока я побежу в один край двору, пока другий, пока помилася, пока помилася. Пока воду повинесла, пока занесла. Ну, Андрюша же знает. И как раз проходит полчаса. Но я поняла, что мне нельзя сгущенки или сливок. Вот это я поняла. Сгущенку вообще нельзя много. А я перерыв не роблю. Я все время кидаю в кофе, я ее все время. А сливки я домашнюю, что это беру на дому. Ну, то, в принципе, оно же растворяется, точнее, что оно растворяется. Ну, вот я думала, сколько у меня ужасная изжога была. Просто ужасно. Это может быть связано, что тебе гастрит. Может, а у нас есть гавизкон, может дать гавизкон? У нас риопамо дай, да. Нет, сейчас в мали не мали. Да давай подготовим, Малі, потому что я сейчас буду уезжать в ту сетку, чтобы не забыть потом отдать Синю, покажем сейчас Алле, да? Да, мамчик, так что, значит, может, мы тогда выедем раньше, как только мне надо... Не, не переживай. Не, Алла, вы с папой поедете спокойно на такси. Алла, нет, в полшестого, ничего, успокойтесь. Алла, успокойтесь, мне когда надо, я еду тоже на такси. Успокойтесь, Алла. А долго это идти на такси? 25 минут ехать, как мы с вами сюда ехали. Да, вы себе спокойно, вы можете такси, вы сколько автобус? Я вызову, вы вызову. 7, Алла? О, воно. 7? 6 часов можете вызывать такси. Видишь? Во, вот это что это? Открываешь? О, это да. Она новая мне. В центре Виталику дала задание, он каже, его немає. Я думаю, где ты куплятишь, не сказала? Нет, это я у мужчины на машине, он продает червяки для рыбалки. Не надо. Вы ездите на рыбалку, а что вы? Алла, нет, это мы вам отдаем, все, мы купим. Мы купим другую, не переживайте. Потому что я сейчас буду езжать, чтобы не забыть. А она мне, чтобы не забыть. Я бы что напомню.